Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы познакомились с Соней Когда работали на RTI Три года назад В семнадцатом году В семнадцатом четыре года назад Да, четыре Потом внезапно две недели назад Мне пишет Соня и говорит Ой, Юр, как круто, давай сделаем твою выставку Ой, давай А потом оказывается, что это в Вятке И вот я здесь В смысле, две недели назад? Ну, плюс-минус две недели назад, да, мне кажется, это было... Девочки, поправьте немного. Довольно экстренное решение. Да, 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 но это было всё сделано очень быстро. Ну, дело в том, что просто Юра выложила очередную порцию фотографий, и там была одна настолько замечательная, потрясающая, она сейчас у нас есть на выставке. И я подумала, так, а почему мы так много знакомы? Но Юра никогда не был на вятке, и у нас нет его выставки. И я не помню, чтобы у Юры была персональная выставка, значит, нужно всё вместе сложить. Вот. И оно собралось, да? Да, я помню, у нас есть беседа, где Соня хотела рассказать эту новость лично, но она говорит, так, у меня есть классная новость, я вам сейчас расскажу. И вот она томила нас несколько дней или пару дней буквально, и мы прям думали, что это такое. То есть из этих двух недель ты ещё пару дней томила? Мы не длина станики людей. А у меня такой план. Сначала потомить, потом рассказать, потом много думать, а потом очень-очень-очень быстро сделать всё руками. И доклеить всё за две минуты до начала открытия. Да-да. Но это секрет. А что за снимок был, который тебя так захватил? Там любительские соревнования по плаванию, и три человека, они прыгают в воду, четвёртый готовится. Просто они настолько замечательно складываются в пространстве, в какую-то картину, композицию. То есть кажется, что так не бывает в жизни, что люди прыгают в воду так художественно. Как будто они там четыре часа летели в эту воду, и Юра успел сфотографировать их со всех ракурсов и нашёл самый лучший. Вот такая фотография. История фотографии. Где вы её сделали? Что вы вкладывали в неё тот смысл, который смогла выловить солнце? Нет, это бассейн водных видов спорта «Динамо» в Москве. Это ретро-бассейн, который был построен, по-моему, в конце 70-х или в начале 70-х. И, в принципе, в нём мало что поменялось с тех пор. И те же фрески на стенах, и те же окна, через которые бьёт тоже солнце. И любительские соревнования по плаванию тоже не сильно изменились с тех времён. Поэтому фотография ещё сделана черно-белой. И из-за этого складывается ощущение какой-то полной замороженности момента. Вот оно прям как-то вот так сложилось. И эта картинка, которая прям выдрана из реальности, она есть. Люди, ныряющие во времени или вынырнув откуда-то. Да, нужно рассказать про концепт выставки, чтобы понять, при чём здесь вот все иностранные агенты, и при этом любительские соревнования по плаванию. Вот. Может быть, Настя, пока ты молчишь? Ну, когда Соня нам показала Юру, его Инстаграм, его фотографии, мы поняли, что нам хочется это показать с какой-то определённой атмосферой. Нам нужно понять, почему мы это делаем в Кирове, и сделать это со взглядом из вятки. Вот. И у нас был вечер, когда мы накидывали ассоциации, пытались понять, что мы хотим вообще передать. и тогда мы нашли это вот слово «спокойно», которое несёт в себе несколько смыслов. Это и какое-то успокоение близких, что спокойно, всё будет хорошо. Это и приказ. Тут надо... Да, Соня, ты хотела сейчас добавить. Нет, что это действительно можно и так, и эдак трактовать. И, ну, слово «спокойно» мы нашли уже после того, как мы определились с концептом, и поняли, что те все фотографии, которые есть у Юры в Инстаграме, которые... События Москвы вроде совсем недалеко от Кирова, но они кажутся немного выдуманными, немного из параллельной реальности. То есть как будто их... Ну, постановочные фильмы снимают и снимают. И, значит, эти вот все митинги, все сборища людей, и как они бегают от Росгвардии ОМОНа, это тоже всё как будто не настоящее. Со стороны Вятки это кажется фикшеном. Вот. Хотя у нас тоже были протестные мероприятия, не санкционированные этой зимой, но... Да, но они были настолько спокойные и, ну, как бы безэмоциональные. Ну, то есть там не было такой экспрессии, которую мы видим на снимках у Юры, поэтому для нас, ну, вот, из взгляда из Кирова, это кажется, ну, в чем-то... Ну, какой-то сон, какой-то сюр. Вот, поэтому... Ну, этот сон, в котором пребываем мы, то есть через эту такую пелену мы смотрим на реальность, которая происходит в других там городах, в других странах, при этом не участвуя, при этом охраняя свое личное спокойствие, ценя, что у нас такая спокойная жизнь в городе, хотя жизнь нашего города напрямую зависит от того, что там в Москве порешается. И сейчас всё с каждым годом всё больше и больше и больше. Кировская область напрямую зависит от столицы, а мы, в общем, фильтруем все события, которые там проходят, и пытаемся их не замечать. И получается такая, ну, странная бинарная штука, что, с одной стороны, мы заботимся о своей личной жизни, и мы действительно не можем переживать весь объём катастроф, которые случаются в мире. Ну, а с другой стороны, если мы совсем ни в чём не будем участвовать, то мы отправляем свою личную жизнь в том числе на самотёк и вообще не контролируем уже ничего. И вопрос этого баланса, как его сохранить, это стало перед нами основным вопросом, который мы хотим задать, чтобы все задумались, и мы нашли... Ну, мы не найдём ответ, но каждый может хотя бы начать от рассуждения внутри головы и, в принципе, заметить эту закономерность, что важно. То есть, смотрите, я, возможно, пропустила какой-то момент, а как вы от фотографий ныряющих в бассейн людей пришли к этому? Ну, да, и мы решили чередовать фотографии. То есть не только взять политические, общественные события, но и взять события, которые... Личные истории вообще людей и... Да, поэтические там есть снимки просто нормальной жизни. Человек там в пруду купается, там люди ныряют в воду, так все купаются. День ВДВ. День ВДВ еще есть. Да, то есть... Там еще есть мальчик, который играет с Квош, тоже очень обычное и простое занятие. Да, ну просто мне кажется, что если бы мы привезли сюда только митинги от Голунова и до Навального и в обратную сторону, то это было бы... А, очень узко, очень провокационно и очень не к месту, и не укладывалось бы вот в эту концепцию того, что мы в том числе говорим о личной жизни, а не только о какой-то общественно-политической. И вот эти вот фотографии обычных людей, которые не находятся в экстремальной ситуации прямо сейчас, кроме ВДВшников, они там все-таки в экстремальных ситуациях пытаются улезать из фонтана в парке Горького. Да, это обычные люди, и мы их тоже показываем, и они просто настроенчески очень хорошо укладываются в происходящее на выставке. Ну вот эти люди на фотографиях, это некий противовес тем людям, которые участвуют в протестной деятельности? Это... Дело в том, что это привычно ставить противовес, но в единой человеческой жизни, вот я сегодня и иду на свидание сегодня, я занимаюсь там плаванием, а завтра я могу пойти на митинг. Это все нужно сочетать в одном человеке, уметь сочетать в своей жизни. Поэтому тут нету противопоставления, хотелось наоборот это рядом поставить, что люди сделаны и из общественной жизни, и из личной жизни, что у нас есть где-то две эти части, и это не две части, а может быть есть еще много других, и все в нас, и нам все это нужно каким-то образом соединить, чтобы у нас и личная жизнь не провисала, и общественная тоже хоть приподнялась с колен. Юра, как вы вот этот вопрос для себя решаете? Потому что общественно-политическая жизнь в Москве, где вы работаете, гораздо более насыщенная, ну, по крайней мере, до последнего времени была, и все равно нужно быть и человеком, и в семью приходить, не знаю, уже без этого, наверное, всего, что приходится видеть по работе, хотя, наверное, на этой работе вы оказались не только потому, что вот там ваша работа, да, фотографирование, но и по каким-то внутренним позывам. Да, мне очень повезло, наверное, повезло, я до конца не уверен, но мне кажется, что мне повезло. Моя жена журналист, я журналист, и то, что мы обсуждаем дома, это новости и журналистика, как бы, это как выйти с коллегами в курилке на перерыве между эфирами или между сменами, между работой. Поэтому оставлять этот дом не получается, и мне еще повезло, конечно, очень сильно, потому что я очень горю своей работой, мне она очень нравится, и поэтому для меня это не работа, и я могу об этом говорить, в этом жить, в этом вариться днями, часами и все остальное. Это не является чем-то трудозатратным, это, наоборот, как бы естественная среда обитания, в которой мне хорошо и комфортно. Вот. Если мы говорим про какие-то эмоции, которые ты переживаешь в момент съемки или еще что-то, то в этом плане мне тоже повезло, потому что я не просто человек, который ходит и смотрит между мной, между моими глазами и событием, находится несколько сантиметров стеклышек, пластика, металла и всякого разного, с помощью которых я, собственно, фотографирую, и которые являются отличным таким блокиратором эмоций. Это как шумоизолирующее стекло, которое отделяет тебя от происходящего с другой стороны. Ты вроде как и видишь все, и слышишь все, но оно как-то приглушено, далеко где-то там что-то. И тут то же самое. Ты видишь событие, но ты воспринимаешь его не как ужасное абстрактное избиение людей, точнее абстрактное абсолютно конкретное избиение людей, а наоборот, ты воспринимаешь это скорее как набор композиционных элементов, набор новостных элементов. То есть как бы я оцениваю, когда я делаю фотографию, я оцениваю ее важность с информационной точки зрения, с точки зрения какой-то вот именно эстетический, фотографический, обычный. И поэтому это тоже помогает абстрагироваться и не сходить с ума и не биться в припадках эмпатии. Ну вот насколько я понимаю, не всегда журналистские вот эти там корочки, чем еще в... Жилеточки. Журналисты, да, в Москве защищают от того, чтобы быть там точно так же схваченным, там, побитым. К сожалению, да. К сожалению, это проблема. И недавно все стало еще хуже. 31 января уже, по-моему, на предпоследний крупный митинг, который был в Москве, уже была заведена новая практика с сотрудниками МВД. Журналисты обязаны быть в жилетках установленного образца, с пресс-картами установленного образца. Если у тебя жилетка не установлена и пресс-карта не установлена, тебя могут забрать. Если ты на самом деле журналист, и у твоего СМИ есть лицензия Роскомнадзора, которая есть не у всех СМИ, потому что Роскомнадзор многим не хочет ее давать, вот, то тебя отпускают. Если у тебя этой лицензии нет, то ты становишься участником акции, несмотря на то, что, как бы, ты отработал, и ты был с камерой, или с микрофоном, или с чем угодно, и ты осуществлял функцию журналиста. И вот у нас получается очень интересно, у нас ты можешь стать лицом, выполняющим функции СМИ иностранного агента, а просто СМИ стать не можешь. Не будущее при этом СМИ. Да, а просто СМИ ты стать не можешь. Вот как-то так и живем. Ну вот смотрите, да, если говорить, вот Соня там о чем-то говорила, что где-то здесь вот в городе, я не знаю, как назвать, жизнь замирает или что. Я просто вспоминаю, вот Толя не даст соврать, когда была Болотная, и мы работали тут, ну, в смысле, как работали, то есть мы были здесь, а Болотная была там. То есть там происходили какие-то события, мы сидели здесь, вот нам правда казалось, что вот жизнь, она куда-то переместилась туда, вот там идет жизнь, проходит, а мы тут сидим как 4-5, сколько нас тут было, олопней каких-то. И пока жизнь где-то там идет, вот мы здесь как журналисты сидим и пытаемся вытянуть там что-то из московских тем, переложить их как-то на кировский лад, но в Кирове не происходит ровным счетом ничего. Вот эта вот разница вообще между регионами, вы вообще часто вот ездите по регионам, то есть это так везде или это нам так повезло? Мне кажется, это так везде, потому что, мне кажется, вот это вот пристальное внимание к центру и осознание своей от него зависимости и важности центра для людей, оно приходит как бы с появлением и формированием какого-то условного гражданского общества, да, когда люди начинают думать не только о том, что вот гречка подорожала на 15 рублей, и это трагедия и кошмар и ужас, а когда люди начинают думать о том, что гречка подорожала почему? Потому что все налоги пошли куда, потому что они оттуда вернулись куда, и как это все работает. Вот, и я когда был в условном Дагестане, когда я снимал материал про спасение людей из трудового рабства, из кирпичных заводов дагестанских, там ты оказываешься в одном каком-то мире совершенно другом, когда ты приезжаешь в условный Смоленск, это третий мир, когда ты находишься в славном городе Боровске, это не очень далеко от Москвы, ну, в принципе, по-моему, часа два с половиной или три на машине от Москвы, это старый город, в котором решили снести весь старый классный жилой фонд, который был наследием ЮНЕСКО и все дела. И ты туда приезжаешь, и это третий вакуум, и вот мне кажется, что наша страна состоит из этих вот вакуумов, которые все в себе, и максимум эти вакуумы объединяются в два соседних региона, там, в три соседних крупных. И еще, может быть, это происходит из-за того, что очень мало как бы взаимообмена какого-то и культурного, и людей, ну, то есть люди родились в одном регионе, выросли в одном регионе, умерли в одном регионе, и нигде не были. Ну вот смотрите, я видела, да, вроде как на выставке немало было людей, а люди поняли вот этот посыл, возможно, слышали там, общались как-то, обсуждали, да, фотографии работы, вообще все происходящее. Ну, тут, надо сказать, важную деталь, у нас есть еще один важнейший экспонат на выставке, это музыка, ее написал Рома Цепелев, и, в общем, благодаря музыке эту тему невозможно не прочувствовать. Каким-то таким чудесным образом, мы попросили Рому написать что-то спокойное, и у нас было очень странное дурацкое тезе, потому что это не должна быть колыбельная, ужастик, не должно быть техно, это не должно быть транс. В общем, мы не знали, что получится, но в итоге сейчас вот вокруг всех этих фотографий есть единая атмосфера именно какого-то опыта, омута, и вот этот омут, и какая-то стагнация, она чувствуется через атмосферу в воздухе, и это невероятное получается ощущение, то есть так или иначе, может быть, не думая о том, что как сочетается общественная и личная жизнь в одном человеке, но чувствуя вот эту вот какую-то вязкость воздуха, вот эта вязкость воздуха, она там присутствует, и были люди, которые там просто с закрытыми глазами музыку слушали, и были люди, которые долго смотрели на какие-то фотографии, обсуждали с собой что-то спокойное, именно касательно, что происходит на вятке. Вот. Я надеюсь, что это... Ну, ещё у нас есть объяснятельный текст, где мы выложили всё настолько кратко, насколько возможно, ну и настолько полно, насколько возможно. Кровать, мне кажется, я видела кровать. Да, есть кровать. Кровать часто вызывает вопросы, почему она там, и когда было два дня открытия, сначала вернисаж, потом открытие, я видел вот эти взгляды людей, которые вокруг неё ходят и посматривают, потому что, ну, как-то там, на ней нет никакой подписи, никакой бумажечки, никакой табличечки, это просто, ну, как бы понятно, что это не просто так она стоит посреди зала, да, что нанесёт себе какой-то смысл, но с ним было чуть-чуть посложнее, потому что под него текстика не было. Кровать – это просто очень классный символ вот этого дуализма слова «спокойно», которое, да, мы закладываем, потому что... Это кровать, это кровать. Да, это конкретная кровать. Кровать, старая кровать, пружинная, ужасно скрипучая, неудобная, неказистая, страшная кровать с таким же бельём, с подушкой-треугольником, который на ней стоит. Но бельё не страшное, оно белое, гладкое, ровное. И поэтому страшное, да. Да, поэтому оно вызывает своей ровностью и гладкостью какое-то, ну, удивление, что почему так... Слишком стерильно. Стерильно, да, да, да. И эта кровать, она как бы, с одной стороны, кровать, а кровать – это всегда хорошо, это спокойствие, сон, отдых какие-то. Базовая потребность какая-то определённая. А потом, когда ты понимаешь, что это за кровать, и ты понимаешь, что это не сон, отдых, а чаще всего это мучение и боль в боках потом два дня ещё после того, как ты на ней полежал или посидел, то вот этот вот спокойно, как какой-то окрик и как что-то такое немного тоталитарное, что тоже бывает, выходит на первый план, вот. Ну, да, такую кровать, она просто сейчас у нас получилась, она выглядит как либо в детском лагере, либо в каком-то учреждении, в больнице. Да, мне почему-то сразу какой-то детский лагерь, на мой взгляд, пришёл. Да, вот эти системные какие-то места. Тоже ничего приятного. И холодная манка с комочками на... И обязательно подушка треугольником, то есть... Да. А у меня ещё была ассоциация, вот эта кровать, она заправлена, как будто человек, который на ней там спал, не знаю, лечился, отдыхал, ну, он ушёл, возможно, навсегда. То есть это уже тот новый смысл, который я туда, как зритель, припечателись, тоже под название выставки так подошло. И ещё вот действительно она такая государственная, казённая вот эта вот кровать. и бортики вот эти, которые напоминают ограждения, которыми пользуется полиция на митингах. Всё прям вот срослось. И матрас этот видно полосатый, старый. Вы специально её не объясняли, ну, то есть поясняющего текста не давали, чтобы каждый в ней свои какие-то вот оттенки увидел, или просто получилось. Да, приятно, когда люди ищут сами интерпретации, странно писать, объяснять всё. Ну, то есть это, мне кажется, это на интуитивном уровне всё ясно. И музыка помогает в этом плане. И хочется, чтобы люди говорили об этом. Чтобы не было такого, что так, я прочитал всё, понял, я пошёл. А чтобы возникал диалог, чтобы возникали вопросы, чтобы, ну, появлялись какие-то смыслы. Мы не вкладывали что-то одно, вот только вот это, и всё. Если ты подумал куда-то не туда, ты не прав. Нет, вообще не хочется так делать. И классно, что есть обсуждения, и сейчас мы тоже об этом говорим. Ну да, иногда описывать эти объекты, это как описывать запахи в парфюмерных магазинах. То есть вы чувствуете вот это и вот это, а ещё нотку вот этого. И ты так думаешь, окей, зачем? Нотки мокрого асфальта, да, смешанные с вчерашней сливой. Ну, кстати, это может быть идея для новой выставки. Давайте расскажем, мы ещё не проговорили, в какое время и до которого дня работает выставка, и возрастное ограничение, потому что у нас эфир полон ограничений, теперь благодаря новым законам Российской Федерации. Да, возрастное ограничение выставки 16+. Мы работаем со вторника по воскресенье с 4 до 9 вечера. И адрес Ленина, 67, это дом, где кулинария, вход со двора. На второй этаж, прямо налево-налево. Можно просто прийти посмотреть, билеты, предварительная регистрация и всё такое. Нет, никаких предварительных регистраций, мы принимаем пожертвования, просто добровольные, там, от 100 рублей положить в баночку. Нам это очень важно, потому что мы ещё хотим делать другие проекты, и нам нужно этот тоже окупить для себя. Вот. Ну, вот смотри, Соня, да, по поводу добровольных пожертвований, это же не первый раз, по-моему, вы проводите мероприятие далеко, да, и это всегда добровольные какие-то пожертвования. Не думали это всё же перевести уже на какую-то более-менее коммерческую основу, чтобы были возможности шире для каких-то других мероприятий. Мне кажется, те люди, которые туда пришли, они пришли ведь туда не потому, что это бесплатно, не потому что можно положить деньги, а можно не положить. Ну, есть у нас плеяда школьников, которые приходят, потому что они могут прийти. Да, и один человек, который пришёл в 4, то есть за час до открытия, я говорю, ну, сходи в кафе, посиди, выпей кофе. Он говорит, нет, у меня нет денег. Мы понимаем, что есть люди, которые, как бы, ну, для них тяжело себе позволить, например, вход 500 рублей, допустим, или там 400. Но это на самом деле даже, ну, как бы, их не так много, этих людей, мы бы могли сделать для них социальную программу. Но тут, будем честны, мы сейчас не коммерческое заведение, мы сейчас просто место. Если мы будем продавать билеты, у нас больше риска поехать куда-нибудь. И, в общем, поэтому мы не лезем на рожон, пожертвования мы принимаем. Люди все, вот наша аудитория-то знают, нам скидывают вот в баночку по 100 рублей, и там 100 рублей по 100 рублей, знаете ли. И так мы и проводим все свои мероприятия. Насколько вообще тяжело вот в таком вот региональном, да, в региональном центре организовывать какие-то выставки, в которых вложены, вот, я не знаю, столичные смыслы, грубо говоря? Только ничего, столичные. Нам все, я думаю, что это очень понятная проблема, особенно для молодых ребят. Потому что, если ты смотришь в интернет, а ты этим занимаешься абсолютно точно, ты видишь то, что мир кипит, и вот всё везде происходит. И какие-то кто-то там что-то решает, кто-то спорит, кто-то дерётся, в общем. Ну, вот мир живёт. А потом ты выходишь на улицу и так, типа, простите, простите, а что здесь-то происходит? И эти вопросы, они возникают у всех. И даже когда сами ребята хотят что-то изменить, и получается то, что они натыкаются на то, что у них нет инструментария для того, чтобы влиять на какие-то общественные вещи. У нас, в принципе, города страдают от того, что у нас нет инструментов у общества, чтобы заниматься общественной жизнью. Вот так случилось, потому что с 92-го года не так много времени прошло, и все сначала начали вырабатывать что-то, начали как-то решать всё вместе, а потом, ну, это всё пошло на нет в обратную сторону. Поэтому это важный вопрос и понятный. Сейчас мы ещё после рекламы вернёмся к этой теме, а пока короткая пауза. Дневной разворот продолжается. Дарья Топузлева, Ольга Болезина. В гостях у нас Соня Дёмина. Анастасия Вострецова, куратор выставки «Спокойно» и автор Юрий Белят, документальный фотограф из Москвы. Ну вот смотри, Соня, до перерыва начали говорить о том, что люди приходят, да, то есть они видят в интернете, вот кипит какая-то жизнь, вот они приходят на выставку, вот выставка, которая посвящена тому, что где-то кипит, а где-то никак не закипает, и вроде бы вот этих людей много, да, это вот вся вот эта молодёжь. Так а почему в итоге не закипает-то? Не доставит к инструментариям, в чём вообще выражается? То есть если вас много, казалось бы, ведь легко можно собраться и самим это сделать, вот ты же это делаешь, вы же это делаете. Потихонечку это начинает происходить, но дело в том, что, чтобы решать что-то прямо большое, важное, нужно разобраться, правда, чтобы подать заявку на митинг, просто так с полоборота ты её не подашь, это нужно знать не только вот эту бумажку и знать, куда её принести, кому её дать, когда, во сколько, когда там обед, но ещё и все эти нюансы, как её так заполнить, что, а вот какое место выбрать? Выберем театральную площадь, там, конечно, никто не даст делать вообще ничего. Ну, тогда нужно опять выискивать какие-то моменты. И даже если, предположим, что студенты хотят митинг против оценок в университетах, вот так вот, даже если они объединятся и соберутся, чтобы это дошло до реализации, это потребуется очень много, там потребуется какой-то умный человек, которым это всё расскажет. И где они этого умного человека найдут? Вот ещё сейчас у всех митингов, у всех собраний массовых, ещё после двух лет пандемии, есть некоторый флёр, что это нельзя делать, что у нас на это нету прав, что это вообще противозаконное какое-то мероприятие. И поэтому у нас всё больше и больше пропадает даже тот зарождающийся инструментарий или какие-то все те пути, которые куда-то шли, они сейчас идут обратно в никуда. Если говорить про инструментарий, наверное, даже не столько про митинги и пикеты, здесь вопрос вообще о том, насколько могут люди принимать участие в формировании каких-то решений, в принятии этих решений. Кстати, вот хотела вплетать в наш разговор твоё участие, Соня, в встрече с губернатором. Недавно было, собирали по вопросу благоустройства людей, активистов, да. Был у нас эфир по итогам, у многих складывается впечатление, ну, что просто поговорить собрались. Вот ты что, как? И, в частности, ты поднимал именно вопрос по пространству для молодёжи и по подземным переходам, которые у нас закрасили. Мне кажется, что это очень странно, когда ты говоришь про системную проблему, а человек у власти тебе говорит, а у вас есть какой-то конкретный проект, вот конкретная вещь, вы мне позвоните, позвоните, и всё будет нормально. Я думаю, но это же системная проблема волнует не только меня, что ни у кого нет никакой возможности пойти и сделать мероприятие в библиотеке, в ДК. Что происходит в ДК, кто-нибудь знает? Нет. Это здание с уборщицами, гардеробщицами, с музыкой, с сценой. Бери, не хочу, а нам приходится делать своё какое-то пространство, чтобы там убираться, чтобы там ремонтировать стены, чтобы ещё какой-то чепухой заниматься, вместо того, чтобы просто пойти в ДК и сделать всё, что мы хотим. Вот выставка Юры в ДК молодёжи там. Почему бы нет? Спокойная молодёжь, да, это было бы прямо очень хорошо. Вы, кстати, когда с активистами общались после этого собрания мероприятия, я не знала, я вот сказала ровно то же самое. Вот они тоже говорят, вот губернатор сказал там вот это так. Я говорю, в смысле, это же системная проблема. Ну это же очевидно, ну вы не можете не знать этого, господин губернатор. Да, и это выглядело всё как, посмотрите, барин сейчас тут всю челядь рассудит. И даст сотовый телефон. Да, даст номер, и я думаю, хорошо, хорошо, у меня есть этот номер. Но я знаю, что скоро 19 сентября, и пока у нас есть другие дела, а потом мы начнём звонить. Вот потом. Так, наверное, и поступим, потому что подземные переходы мы нашли, придумали способ, как это решить, потому что на самом деле просто нету достаточного количества художников, которые рисуют граффити в городе. Придётся эту проблему решать искусственным образом и привозить людей из Нижнего. Юра, вы в начале эфира сказали, что первый раз вы в Кирове, да? Переходим к блоку. Классика, впечатления от города, да, остались? Мне очень понравился лес, берег, природа вокруг и погода, несмотря на то, что внезапно наступил октябрь, сразу после августа каким-то образом. Мы пропустили где-то один месяц, проспали, может, непонятно. Очень понравился центр, в котором нет хрущёвок, почти нет проклятий всех регионов, керамогранита, керамогранитная плитка, которая просто уничтожает всю архитектуру. Какие-то неправильные места вы посещали. Я где-то был не там, да. У нас же это есть, что? Да, но я как-то... Всё в глазах смотрящего, да, я не увидел. И, конечно, я под впечатлением и в шоке от места под названием «Титаник», которое я увидел с высокого берега Вятки. И это тоже такое что-то абсурдное, принесённое ураганом туда, вот, как домик Элли, и она вот там стоит. Такое же странное и непонятное, и сомнамбулическое, как вот часть концепции выставки «Спокойно». Ехали ли сюда как в край ссыльных, или свободны были от этого стереотипа? Нет, у меня было два главных, две главных ассоциации с Кировом. Первая, очевидно, это Киров лес, по понятным причинам это профессиональная деформация. Вторая, это про то, что, ну, как бы, вятка, вятище, там, древнее, вот это вот всё. И это, пожалуй, всё. Я ехал с чистым листом таким, и вот за эти три дня мы на этот чистый лист чуть-чуть покапали краской с кисточек, пока развешивали выставку и занимались всякими организационными моментами и ответами на вопросы, и разговорами с людьми, и всем остальным. Ну, совсем чуть-чуть, на самом деле. Юра так хорошо отзывается от города, потому что мы видели Преображенскую, Московскую, Спасскую и маленький кусочек Ленина. Квадратик, не доходя до театральной площади. Вот тут мы и были все эти три дня. Ну, на самом же деле, этот квадратик, он на самом деле не такой и маленький. Взять, например, тот же самый Владимир, да, то есть у меня по ощущениям, там вот этот вот блок, вот это ядро историческое, оно гораздо меньше. И вот он вроде бы входит в число вот этих вот туристических маршрутов прославленных, а Киров не входит. Хотя вот у нас вот этот вот квадратик-то побольше. Соня, вези больше людей. Ну, просто почему мы это спрашиваем? Потому что мне кажется, что для людей, которые живут в небольших городах, нет у нас почему-то какой-то, как мне кажется, любви к своей малой родине, даже не к малой родине, не к тому месту, где ты родился. То есть я вот, например, не родилась в Кирове, да, но я здесь живу большую часть жизни. И если я не люблю это место, зачем я здесь живу? А если я здесь живу, так давайте уже как-то любить. Поэтому вот этот взгляд со стороны... Тут, конечно, вопрос. Люди так говорят, чтобы не обидеть, что типа, да, вы знаете, вот мне Киров понравился. Или кому-то действительно понравился. Но если понравился на самом деле, то нам хотелось бы это слышать. Мне кажется, людям это важно слышать. Мне, честно, понравился вот тот самый квадратик, который я видел. Я не могу говорить как бы про весь Киров, потому что я даже самолёт его не видел. Я приземлился очень поздно, было уже темно. Но мне очень понравилось, что я прилетел авиакомпанией Победова, аэропорт Победилова. Потом я ехал по Победиловскому тракту, и у меня был доксист на белой машине. Мне не хватало только триумфальной арки, чтобы всё было совсем победно. Вот, и на открытии выставки, да. А вот этот квадрат, он хороший, он прям очень нравится, и это искренне. Это не то, чтобы... Ой, я в гостях, тут надо вот... Да у нас много всего классного есть, за что город любить вообще-то, на самом деле. Даже за плохие вещи можно город любить. Они же... Любовь иррациональная, в этом её прелесть. Канава в форме сердца. Вот у кого ещё такая есть? Ой, прекрасная лужа, по которой в воскресенье бегали марафонцы кировские на Вятских холмах. Соня тоже её знает. Это просто Вятское море возле танка. А я хотела, Юра, вас спросить по поводу того, чем вы занимаетесь вот в спорт, да? Спортивное фотографирование сейчас ушли. И как вам после всего общественно-политического? Мне там как на пенсии. Очень спокойно и зачастую довольно скучно. Спорт – это классно, спорт – это динамично именно с точки зрения как бы событий. Там люди быстро бегают, прыгают, сильные эмоции, да. Но в отличие от общественно-политических событий, особенно если мы говорим про митинги и всякое вот это вот протестное, крупное, серьёзное и большое, а в нём нет дополнительного контекста, который добавляет очень много смыслов и ценностей у себя в голове этим историям. Ты можешь снять как угодно хорошо любительские соревнования по плаванию, но любительские соревнования по плаванию интересно только тем, кто принимает в них участие. Если вдруг у меня получится когда-нибудь поехать на какую-нибудь Олимпиаду, да, наверное, это будет по-другому. Это интереснее, конечно, чем любительские соревнования, но они сейчас дают мне такое быстрое успокойство, потому что почти ровно месяц назад СМИ, в котором я работал, Ламбаха-Медиа, и последнее место работы было заблокировано. Работы была, и вот её нет, и вот как-то всё, оно вот такое вот тоже немного абсурдно-сомномбулическое и не очень понятное. И вот эти съёмки спорта, они немного спасают в этом плане. Всё равно у тебя сразу включается вот этот автоматический поиск какого-то кадра, какого-то решения визуального и всего остального, и это спасает. Остаётся две минутки, вернёмся к выставке. Вы сегодня уезжаете. Да, сегодня самолёт. А выставка продолжит ещё работу? Да, да. До какого числа? 19-го. До 19-го сентября. Две недели, то есть она со вчерашнего дня по 19-е. А много ли вообще фотографий представлено на выставке, и только ли это фотографии, ну то есть вот про кровать, мы уже знаем, то есть возможно ещё что-то есть, что-то мы упустили. Настя? Мы отобрали 20 фотографий, два баннера, и ещё есть маленькие фотографии в рамочках на кухне, ну то есть при входе, который мы тоже продолжим развешивать. И это такое вне времени будет на снимках, то есть непонятно будет у нас, когда это было сделано, 50 лет назад или сейчас. И нам было интересно посмотреть ещё на выставку с точки зрения истории и понимание, что сейчас происходит история, и она происходила, и она будет происходить. И вот такое подключение ко времени было тоже нам интересно. После окончания выставки все фотографии уберёте или, возможно, что-то останется в домике? Ну, к сожалению, мы не сможем оставить, потому что нам нужно делать другие вещи. Пока мы решаем. Есть вариант, что будет аукцион какой-нибудь, чтобы люди могли приобрести себе фотографию. Вот. И пока это наша, ну в общем, тема для рассуждения о том, как это всё закончится. Я повторю, да, со вторника по четверг. По воскресенье. По воскресенье. Только у нас один выходной у нас, понедельник, а все остальные дни мы работаем. С четырёх часов и до девяти вечера. Благодарим наших гостей за участие, за выставку. Спасибо вам. Спасибо вам за размышления. Спасибо.